шалом дорогие друзья уазис медиа и община возвращенные на сион из города хайфы в израиле приветствует вас после некоторого перерыва вот опять мы хотим возобновить божьей помощью небольшие разборы и передачи и пользуясь случаем хочу поздравить вас с еврейским новым годом у нас их несколько и они разбиты по всему году этот более такой поздний начавшийся обычно всегда говорят о новом годе религиозном который на основании священных писаний начинается в песах но на праздник труп или по-еврейски роша шана который вдруг стал главой года тоже есть какие-то пояснения священных писаниях и я начну именно с них хочу зачитать несколько слов и первое из слов будет в левитах 23 главе я хочу читать 26 стиха левит 23 глава с 26 стиха для тех кто интересуется еврейским подходом священным писанием левит 23 глава это просто календарь муадим особенных дат которые господь дает израилю и я понимаю что через израиля дает и другим особенно тем кто называет себя детьми авраама неважно физическими или духовными вот слова и сказал господь муше говоря скажи сынам израилевым в седьмой месяц в первый день месяц да будет у вас покой праздник труп священное собрание да будет у вас никакой работы не делайте приносите жертвы господу праздник труп ну как я уже сказал в израиле есть несколько так называемых новых годов и так уж получилось традиционно этому есть определенная историческая подоплека именно это время стало праздник труп называться роша шана хотя оригинальная праздник труп я бы шофар особенное время время когда рог сделанный обработанный рок барана обычная буйвола неважно какого-то кошерного животного и в него трубят ну наверное это какая-то пророческая такая аналогия того великого шофара про который написано в новом завете апостол павел дает такое пророчество и говорить и при последней трубе при гласе архангела господь сойдет с небес то есть мы сейчас как бы трубим и мы как бы провозглашаем или пророчествуем физически о том последнем трубление которое будет на небесах это факт что когда трубят шофар и человек ожидает чего-то он слыша этот звук чувствовать его что пронизывает ну по крайней мере у меня такие ощущения я слышал от многих такие ощущения наверно так устроил господь бог что что-то в тонах в герцах которые исходят из шофара когда в него правильно трубят касается нашей внутренности и концептная идея этого праздника чтобы приготовились приготовились следующему дню следующему празднику про который написано в этой же левит 23 главе йом кипур тогда когда совершались свое время жертвоприношения и очищался народ израиля от грехов но мы как верующие с одной стороны искуплены однократным приношением жертвенной крови божьего агнца от всех грехов и суть нового завета или обновленного завета через который мы сегодня приходим господу богу суть этого завета что когда мы приходим к нему он грехов наших не вспоминает более совсем то есть мы как бы искуплены можно сказать так зачем мне эта труба зачем мне опять пробуждать себя к покаянию я хочу сказать что чисто по-человечески все мы много согрешаем и мыслями и делами и словами есть чем согрешать и это как бы дополнительная обновленческая такая работа в нас которая как писание нового завета говорят поднимают нас от славе к славе то есть от веры к вере дают нашему характеру возможность исправляться мы смотрим в зеркало мы видим там машеха и видим как мы не можем попасть в этот образ потому что грешим груз звук шафара что-то в нас пробуждается короче говоря важное важный момент кстати интересно что пророки а и на которого в свое время ссылался пес апостол пётр когда описывал грядущее избавление излияния святого духа во второй главе рассказываете по сути дает нам формат грядущих событий где он показывает вот эти библейские праздники осенние как раз то библейские праздники и тут как раз и говорится во второй главе трубите трубою на сионе и бейте тревогу на святой горе моей если мы продолжаем читать дальше то после 13 стиха идет обращение к израилю раздирайте сердца ваша не одежды вашу обратитесь господу богу вашему и он благ и вот 15 стих говорит вас трубите трубой на сегодня назначьте пост и объявите торжественное собрание соберите народ созовите собрание пригласите старцев соберите отроков и грудных младенцев пусть выйдет жених из чертога своего невесты и своей горницы и так далее и пусть между притвором и жертвенником плачут люди то есть есть какое-то пророческое указание на грядущее что вас трубит труба на небесах шафар на небесах там будут какие-то ангельские провозглашения возможно услышат эти ангельские или архангельские провозглашения люди на всей земле и исполнятся и рада дуна и страхом господним и последующие за этим события будут какие-то катаклизмы естественные сверхъестественные мы не знаем сегодня смотря на то что происходит в мире с нарастающими военными слухами с последствиями пандемии мы можем входить в определенный страх хоть нам писание говорят не боятся мы верующие знаем что господь поддержит поможет и наставит нас по крайней мере так должны мы молиться не веди на свои искушения избавиться от рукава вот когда вот эта динамика будет раскручиваться я или говорит что и наступит момент он потом говорит и вы ч 23 стих и вы чадо сиона радуйтесь веселитесь господь посылает вам избавление гумно хлебом наполнится это могут быть и духовные и физические форматы досытости будете есть и зальет духа на вас то есть то что говорилось в формате праздника шаваот летнего праздника вдруг в особом глобализме не только в иерусалиме но по всей земле вдруг исполнится короче говоря праздник роша шана особенное время или праздник тру особенное время когда мы можем приготовиться к тому чтобы очиститься перед господом больше время читать священные писания время по традиции читать книгу рут рух очень пользительно интересно спрашивать господа бога покажи мне состояние моего сердца хорошо читать послание тимофея там где сказано ибо наступают дни когда люди будут злые непокорные и так далее и спросить господа бога а может обо мне ты здесь говоришь время когда мы можем сказать господи благодарю тебя за жертву ищу господи помоги мне силою этой жертвы ходить в праведности и святости друзья я хочу поздравить вас сход самих и пожелать вам обновление силы господней милости я прошу вас смотрите больше в обетование божьего избавления чем в новостные строчки ваших телеграм новостных или других каких-то каналов и давайте научимся утверждаться в господи боге я себе этого самого желаю шалом вам сиона благословение